Отец В месяце май 1938 года, когда теплая весна радовала раскинутые сады и улицы Средней Азии своим цветением, то в это время в религиозной и порядочной семье Абрамовых Мейрхая и Никадам в солнечном городе Корши родился наш папа. И так как он родился на исходе субботы, то его и назвали в честь Илиау Анави, Илюши, то есть Илиау. И несмотря на то, что он был четвертым ребенком после старшего брата Яши и двух сестер Раи и Ривы, неизвестно по какой причине, но уже в начале сороковых годов его родители переезжают в госеприимный город Ленинабад, ныне Худжанд. Детство нашего отца проходило, как и у всех его сверстников, но его смекалка и любовь к учебе отличалась удивительными способностями. После занятия в школе он стрелой бежал домой, чтобы помогать своим родителям по хозяйству. Через два-три года наш дедушка Мейерхай всей семьей переезжает жить в город Ташкент. К тому времени у него уже семья в полном составе, то есть родились еще Юра, который по сей день проживает в США, Тамара, после Амнун, проживающий сегодня в Вене, и Света, который со своей семьей живет в Америке. Наш папа, закончив чуть ли не с отличием среднюю школу, устроился к своему отцу-учеником по пошиву головных уборов. Ведь наш дедушка, который работал по этой специальности, очень хотел, чтобы его сын Ильяу был одним из его учеников и приобрел эту нелегкую профессию. Не секрет, что у нашего деда был колоссальный авторитет и целая армия друзей. Один из них был отличным мастером-парикмахером. Недолго думая, дед договорился с другом о том, чтобы его сын выучил парикмахерское искусство и стал одним из лучших мастеров города. Так оно и вышло. Отец за короткое время осваивает эту специальность и уже вскоре становится мастером-модельером. Однажды за ужином дедушка направил свой отцовский взгляд на своего сына Ильяу и сказал, И после короткой паузы продолжил. Есть один замечательный и как человек, и как мастер обувного дела. И хоть он немец по национальности, у него чистое, как безоблачное небо, душа. Он тебя обучит этой специальности, и ты автоматически станешь мастером на все руки. Наш папа всю свою сознательную жизнь прислушался к родителям и особенно к советам своего отца, прекрасно понимая то, что самый лучший и верный друг после Бога – это отец. К 17 годам отец имел уже три кормовые специальности. Пшел 1955 год. Отец уже взрослого и спортивного телесложения. Имея в кармане пару копеек, влюбляется в девушку из города Душамбе – Лизу. Через несколько месяцев после роскошной свадьбы отца забирает в армию. А уже через год, в 1956 году, его супруга Лиза рожает ему сына первенца, которого назвали Борисом. Отслужив три с половиной года от звонка до звонка, отец возвращается домой. Радости не было предела. Но в его мудром сердце скрывалась какая-то загадочная грусть. Суть непонятки и шальные ссоры довели до того, что уже где-то через год после окончания службы они вынуждены были развестись. Жизнь проходит, словно речка. И, конечно, надо жить. Ведь нельзя же бесконечно в мире одиноким быть. Вскоре наш отец связывает свою судьбу с красавицей Кларой, которая награждает отца очередными детьми – сыном Робертом. После Аллы и Эдиком. Жизнь налаживалась. Но это не говорил о том, что в стране Советов, где антисемитизм холодным ветром гулял по стране, жестко не проявлял себя. И поэтому уже в 1973 году наш дедушка Мейерхай и бабушка Никадам взяв с собой сына Амнуна и выезжает на постоянное место жительства в Израиль. Так как наш отец был очень привязан к своим бесценным родителям, тот тоже собирал документы на выезд из Союза. Но власти того времени и бюрократия делали все для того, чтобы всячески препятствовать намеченным целям людям с пятой графой. Ну а пока готовились документы, то в 1975 году с дистанции несколько месяцев на святой земле умирает его отец Мейерхай и мать Никадам. Отец очень переживал эту невосполнимую потерю, но и за то, что не смог проводить близкому его сердце людей в последний путь. И хоть мы, дети, были с ним рядом и всячески его подбадривали, то это все равно не останавливали потоки его горьких слез, которые дождем катились по его небритым щекам. И вот наступил 1978 год. Наконец-то отец получает визу и выезжает с женой Кларой и тремя детьми Робертом Аллы и Эдиком на обетованную землю. Достойно пройдя коридоры абсорбции, они все изучают иврит и вливаются в океан израильского менталитета. Отец прекрасно понимает, что за его спиной жена и дети, и надо войти в роль кормильца, и несмотря на то, что у него было несколько специальностей, все же устраиваться на танковый завод, где зарплата позволяла продержаться на плаву более уверенно и позволить себе и детям всего того, чего желала их кошерная душа. На заводе отец уже за короткий период времени завоевывает авторитет среди коллектива и руководства. Но из-за того, что в Израиле не совсем устраивал климат, к тому же ужасная жара с запыленным ветром и нестабильность на мировой арене Ближнего Востока, наш отец, переживая не за себя, а в первую очередь за детей и жену, которых он любил больше своей жизни, уже через год и восемь месяцев переезжает в столицу Австрии, город Вена. Какой бы холода ни была Австрия, все же теплые лучи удачи вскружили отца, и он за короткое время проживания в Вене изучил местный язык и устраивается на работу по ремонту обуви. Отец – это семи нашей голова, тот, кто детей всю жизнь благословляет, и где б ни жил его родной дитя, он никогда о нем не забывает. Отец под холодными лучами солнца в Вене устраивает всех своих детей в разные образовательные учреждения. Вроде, ну что еще нужно для полного счастья? И все-таки в своем добром и благородном сердце он сильно переживал за своего старшего сына Бориса, который родился от первой жены Лизы и который к тому времени жил в Душамбе с матерью. Мы все понимаем те времена застоя, когда дозвониться, и тем более за границу, была большая проблема, но все равно, вопреки нелегкой связи, они созванивались и обменивались теплыми пожеланиями с надеждой поскорее встретиться. Даже когда в 1982 году у Бориса родилась дочка и отец впервые получил статус счастливого дедушки, он готов был орлом вылететь в Душамбе, чтобы обнять внучку и сделать уникальный подарок. Но, увы, стальная занавесь между Советским Союзом и Австрией невозможно было сдвинуть с места. И поэтому отцу пришлось впервые увидеть свою внучку и очередного внука лишь после того, когда в 1990 году из бывшего Советского Союза бешеный поток эмигрантов хлынул на святую землю. Сегодня хочется почешнуть то, как наш отец Илья, добудет священную память, смог воспитать нас всех детей и дать нам всем человеческое образование. Хоть он был строгим, но его добрые глаза сверкали необыкновенной мягкой сердечностью. И несмотря на то, что Борис от первой жены, а Роберт, Алла и Эдик от второго брака, наш папа делал все для того, чтобы мы все были дружными, как пальцы одной руки или как птенцы из одного гнезда. Так он хотел, так оно и было. Отец по натуре был очень порядочным человеком, а его скромность была его визитной карточкой. Даже когда он уже открыл свое сапожно-обувное дело в Вене, к нему обращались десятки людей с просьбой научить их этой нелегкой, но весьма прибыльной профессии. Отец не был корыстым и прекрасно понимал, что, как говорят у евреев, парнаса милималя. Он с удовольствием и к тому же бесплатно обучил несколько десяток людей этой профессии и никогда этим не хвастался, и тем более их в этом не упрекал. Жизнь проходила, годы делали свое. Отметив в кругу семи и близких друзей свои 60 лет, отец сам себе сказал, все деньги не заработать, жизнь одна, а дети – это ее бессмертие. Поэтому он передает свою мастерскую как эстафету своему сыну Роберту. Заработанные отцом деньги он никогда ни от кого не скрывал, а наоборот, старался во всем помогать своей семье, ради которой, в принципе, он и жил. Бухарская община Вены очень хорошо знала его доброе сердце и щедрую душу. Приходя по шаббатам в синагогу и свято соблюдая заповеди Творца, то после окончания молитв он, склоняясь свою седую голову, говорил своим собратьям «Шаббат шалом и мир вашему дому». А приходя домой, он благословлял свою верную спутницу своей судьбы – маму Клару, дочь Аллу, которая работала зубным врачом, и, конечно же, Роберта и Эдика и их семьи. Разлука по сыну Борису, который проживал со своей супругой Ольгой из рода Кайковых и по его детям сжимала его благородное отцовское сердце. Поэтому при первой же возможности отец прилетал в Израиль. На несколько дней, чтобы утопать в теплых лучах своих близких, пройти по Святому Иерусалиму, а также постоять у стены плача, где, поднимая свои ладони к небу, он просил чуть ли не со слезами стабильного мира в Израиле и всему человечеству. Никто из нас не застрахован, не зная, завтра будет что. И как бы мир был не устроен, все ж годы делают свое. После выхода на заслуженную пенсию здоровье отца стало немного пошаливать. После тщательных проверок и анализов врачи решили сделать ему операцию. После удачной операции отец прожил здоровым и полным энергией еще 8 лет. Но, как говорят наши мудрецы, возраст и небесных врат не обойти. Не дожив всего несколько месяцев до 85 лет и 16 февраля 2023 года перед Святым Шабатом в 2 часа дня с 24 по 25 Швата по еврейскому лет отчисления в стенах в одной из центральных больниц города Вены остановилось благородное и мудрое сердце нашего отца Эле Гау Абрамова Бен Никкадам Имеер Хаи. Мы, дети, не могли поверить, что произошло. Думали, будто нам всем приснился страшный сон. Но, увы, эта горькая правда легла колючим ковром у наших ног. Сердце обливается кровью, очи слезами полны нет среди нас дорогого верного друга семьи. В тот же день 16 февраля 2023 года на еврейском кладбище города Вены тело нашего дорогого отца было предано на земле. И, несмотря на холодный февральский день, несколько сот людей пришли для того, чтобы дать дань уважения и проводить отца в последний и невозвратимый путь. На похоронном митинге выступавшие ораторы со слезами на глазах говорили о заслуженном авторитете нашего отца и вкратце о том, что он успел сделать за свои отпущенные ему годы. «Прохожий, не гордись, взгляни на небо, неважно, кто ты раб или олигарх, каким бы в жизни человеком ни был, знай то, что в этом мире ты в гостях. Пусть ты живешь на склоне побережья, где воздух чист, как высоко в горах, пусть даже на тебе царя одежда, но знай, что в этом мире ты в гостях. Года промчатся речкой быстротечной в далекий и невозвратимый край, но среди многих нас жить будет вечно. Илья бен Никодам и Мейер Хай. Пользуясь случаем, мы, семья Абрамовых, хотим поблагодарить всех своих близких и родных, а также друзей и всех тех, кто с первой минуты нашей семейной трагедии были вместе с нами и всячески нас поддерживали и сказать вам всем большое человеческое спасибо. Да хранит вас всех Бог. Мы очень рады, также наши все родственники рады за то, что они приехали. Рафик, наш племянник, приехал с Ташкента тоже. Покажи, пожалуйста. Наши Фокудо здесь вот тоже приехали. Фокудо Фокудо Субтитры создавал DimaTorzok